В Карачаево-Черкесе продолжается выполнение поручений главы республики по итогам, прошедшей в декабре прямой линии. Одно из обращений касалось проблемы с водоснабжением в хуторе Киева-Журакии Адыкихабльского района. В настоящее время ситуация находится на контроле у руководства регионального министерства строительства и ЖКХ. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мкце. Вот так мы набираем воду. Вода холодная. Давление слабое. Жительница хутора Киева-Жураки Любовь Нестеренко успевает переделать часть домашних дел, пока вода набирается в одну емкость. Слабый напор, что зимой, что летом не позволяет женщине использовать водогрейный аппарат. Собственно, из-за частых проблем с подачей важнейшего для населения ресурса, люди и обратились на декабрьскую прямую линию с главой Карачао-Черкесии. Летом у нас практически воды не бывает. Если она идет, то она идет только с крана на улице и тоненькая-тоненькая струечка. Можно только набрать воды в емкости, чтобы она была. Зимой у нас вода есть, но она идет под очень маленьким давлением. Летом проблема приобретает куда более четкие очертания. Уход за огородами требует частого полива. И кому-то вода не достается вовсе. Обратились по поводу воды. Вот в летний период, когда полив идет, у нас очень плохо вода идет. Маленькой-тоненькой струйкой. На одной улице хорошо вода поступает, у нас плохо поступает. На третью улицу вообще ее нет. Представитель обслуживающей организации считает, что в нынешних условиях коммунальная служба делалась все необходимое. Однако действующая система не обеспечивает в полной мере потребности населения. Что мы сделали? В принципе ничего. Потому что если мы так качаем, вода у них есть, летом не хватает, потому что поливают огороды бесхозно. Люди хотят иметь возможность пользоваться поставляемыми ресурсами круглогодично. Не думать о том, сколько времени придется тратить на полив огорода, приготовление еды и многое другое. Они обеспокоены тем, что периодически ломается мотор. И надеются, что проблема все-таки будет решена. Причем не в отдаленной перспективе, а как можно скорее. Мы ситуацию мониторим и будем продолжать мониторить для того, чтобы улучшить водоснабжение в этом районе и конкретно в этом населенном пункте. Мы сейчас в стадии завершения проектная документация, которая дальше после завершения и прохождения государственной экспертизы проектной документации будет работать над включением в какие-то федеральные программы и улучшение качества водоснабжения в этом населенном пункте и еще в 10 населенных пунктах Адыгихабльского и Ногайского районов. Мы со своей стороны тоже будем следить за происходящим. И при изменении ситуации в лучшую сторону непременно об этом расскажем. Артур Махце, Вести, Карачаево, Черкесия, Адыгихабльский район.